Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» в студии депутат областного собрания Александр Дятлов. Во время прошлой программы я вас спрашивал, как вы считаете, должен ли президент воспользоваться своим правом и наложить вето на закон об уголовной ответственности родителей и родственников вплоть до двух лет лишения свободы за физические наказания своих детей без причинения вреда здоровью и последствий? Да, ответили 72% аудитории сайта «Двинаинформ», 12% высказались против и 15% затруднились ответить. Что ж, похоже, что этот законопроект в очередной раз не нашел поддержки у жителей Архангельска. Более того, к числу его противников на этой неделе добавилась и Русская Православная Церковь. Московская Патриархия заявила, что этот и подобные законы направлены против традиционных семейных ценностей россиян. Не вызывает никаких сомнений, что дети должны быть защищены от действительно преступных действий, кем бы они ни совершались, особенно когда речь идет о преступном насилии. Однако нет никаких реальных оснований для того, чтобы приравнивать к таким преступным посягательствам разумное и умеренное применение любящими родителей воспитания ребенка физических наказаний, отмечается в сообщении РПЦ. Будут ли услышаны позиции и доводы общества и священников, покажет время. А пока к другой теме. Подходит к концу чемпионат Европы по футболу. Впрочем, для российской сборной он закончился еще на прошлой неделе эпичным поражением в матче со сборной Словакии. Оно поставило крест на дальнейшем участии наших спортсменов в первенстве. Чиновники от спорта, комментаторы и даже политики не скупились на слова, оценивая скромные успехи нашей сборной. А те, в свою очередь, только подливали масло в огонь то неуместными комментариями в социальных сетях, то скандальными выходками. Например, во вторник стало известно, что члены нашей сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин в одном из ночных клубов Монте-Карло покутили на четверть миллиона евро. Причем шампанское им выносили под звуки российского гимна. На фоне наших спортсменов куда достойнее выглядела сборная Исландии. Мало того, что потомки викингов зашли до четверть финала, буквально сметая на пути соперников, так и после поражения французам они достойно вернулись на родину, где игроков национальной сборной встречали как героев. В чем же причина столь шокирующей разницы? Футбол – это массовый спорт, а обязательно условия развития массового спорта – его доступность. Ведь будущих чемпионов нужно выявлять и начинать воспитывать еще в раннем детстве. В европейских странах на пути в профессиональный спорт через ситы такого отбора проходят тысячи ребят. А для того, чтобы этот фильм стал возможным, для детей строится огромное количество спортивных сооружений. В той же Исландии в середине 90-х годов из-за проблем местной молодежи с алкоголем и наркотиками на государственном уровне было принято решение вложиться в спорт и строительство спорткомплексов. И вот он результат. А как дела с этой доступностью у нас, в Архангельске? Не лучшим образом. Например, уже который год молодежь, да и любители спорта постарше, не могут дождаться открытия нового стадиона детской спортивной школы номер 6. Из-за неспешности строителей оно то и дело переносится на неопределенный срок. Еще парадоксальнее эта история выглядит на фоне заявлений руководства Российского футбольного союза о том, что в будущем году Архангельск сможет стать одной из площадок для подготовки к чемпионату мира по футболу. И где звезды мирового уровня будут тренироваться? Может быть на Буревестнике, обросшем торговыми центрами? А кто-нибудь что-то слышал о чемпионате Архангельска по футболу? А он, между прочим, проводится. 7-8 команд традиционно собираются на самом современном футбольном поле города на стадионе труд. Больше участников собрать не получается. Аренда поля для большинства желающих слишком дорога. Правда, соберить чемпионат города хоть 100 команд за пределы городского уровня им вырваться суждено вряд ли. Причина та же – нет денег. Зато на выплату футболистам сборной России деньги есть всегда. В год все вместе они получают 1,8 миллиарда бюджетных рублей. Во всем мире, кстати, поступают иначе. Зарплата игрокам платится из спонсорских денег, которые частные компании охотно перечисляют успешным спортивным клубом за то, что их логотип красуется на форме спортсменов. У последних появляется вполне четкий стимул играть лучше. Ведь чем ярче выступает команда, тем длиннее очередь из спонсоров выстраиваться перед клубом. У нас в России поступает иначе. Зарплату национальной сборной тренерам платят из бюджета, а большинство частных клубов принадлежит госкорпорациям, таким как РЖД – клуб «Локомотив» или ВТБ – клуб «Динамо». Вот и получается, что как ни крути, деньги на содержание горе футболистов опять-таки берут из нашего с вами кармана. А игроки, в свою очередь, уже давно поняли, что высокая зарплата для них – нечто гарантированное и обязательное. И для того, чтобы ее получить, вовсе не надо быть быстрее, выше и сильнее соперников. А как вы считаете, дорогие телезрители, стоит ли продолжать тратить бюджетные деньги на финансирование такого футбола? Может быть разумнее предоставить сборной возможность самостоятельно зарабатывать деньги, а освободившиеся ресурсы пустить на развитие массового спорта в регионах, строиться современных и доступных спортивных комплексов, футбольных полей или хоккейных кортов? И опрос наш сегодня выглядит следующим образом. Согласен, наши футболисты должны научиться работать и зарабатывать. Я против, сборная – это лицо нашего футбола, и ее необходимо финансировать из госбюджета. И третий вариант – затрудняюсь ответить. Проголосовать вы можете на сайте Двина.Информ, на экранах телевизора вы увидите адрес нашей электронной почты, также вы можете присылать ваши ответы в социальные сети в Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. До свидания и всего вам доброго!